Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут доктор Атабеков, я врач-онколог. Сегодня мы с вами поговорим о глютене, о гиперчувствительности к глютену и о целиакии. Это будет два видео. В первой части расскажу о том, что такое глютен, что такое целиакия, почему возникают проблемы и какие симптомы. И во втором видео расскажу о безглютеновой диете, о том, кто должен ей следовать, нужна ли она всем и какие проблемы вообще с ней связаны. Давайте начинать. Поехали! В связи с так называемой зеленой революцией, когда начали разрабатывать генетически модифицированные культуры, была выращена, выведена специальная пшеница, полукарликовая, которая низкая, которая не сильно заламывается, скажем так, ветром. Противостоит хорошо непогоде, даёт хороший урожай. То есть такая вот крепкая, классная, из неё можно получить много урожая, продать его и вообще замечательно. Но есть одна проблема, что в ней содержится большое количество этого самого глютена, который у 1-1,5% населения вызывает тяжёлое аутоиммунное заболевание, которое называется целиакия. Но кроме этого, кроме вот этого 1%, ещё у части населения вызывает другие заболевания. Это не целиакия, но это тоже чувствительность, повышенная к этому самому глютену. И бывает и глютеновая аллергия ещё. Так вот, самое интересное, что несмотря на то, что глютен попадает в кишку, вызывает там воспаление, проявления при этом только у одного из восьми будут со стороны живота. У большинства они будут совершенно в неожиданных местах. Посмотрите, пожалуйста, сюда. Это изображена кишечная стенка. Там есть ворсинки. Они нужны для того, чтобы лучше происходило пищеварение и всасывание питательных веществ, минералов, витаминов. И при целиакии идёт аутоиммунное воспаление, то есть на глютен реакция идёт, пропитывание вот этих ворсинок иммунными клетками, лимфоцитами и в конце концов разрушение ворсинок. И вот такая получается слизистая. То есть, естественно, пищеварение будет резко нарушено, всасывание будет резко нарушено, естественно, страдает микробиом. И, конечно же, будут многие проблемы. Основными источниками глютена являются пшеница, рожь, ячмен и загрязнённый овёс. Сам овёс не имеет глютена, но так как он растёт поблизости обычно вот этих вот друзей, конечно же, он часто бывает загрязнённый глютеном. Дальше некоторые соусы, лекарства, бады, переработанное мясо. Иногда йогурты в них тоже пичкают всякие добавки и тоже там может быть глютен. Проверяйте обязательно, есть там глютен или нет. Симптомы. Ну, у детей это постоянные такие повторяющиеся боли в животе и задержка роста может быть. Дальше у взрослых может быть диарея с потерей веса, ну, потому что ничего не всасывается. Естественно, будет диарея и потеря веса. Дальше анемия, потому что, опять же, ничего не всасывается. Железо мало анемия, фолиевая кислота мало анемия. Дальше остеопороз может быть. Герпетиформный дерматит и автозный стоматит. Вот, кто слабонервный, сейчас закройте глаза, я покажу картинки неприятные. Закрыли, показываю. Значит, вот такие могут быть проявления со стороны кожи, со стороны слизистых. Выключаю картинки. Дальше. Боль в животе у взрослых может быть. Неврологические заболевания, всякие проблемы, то есть поражение идет нервной системы. Это атаксия, атаксия походки. Обычно, прежде всего, чаще всего, поражается мозжечок именно. И нейропатия, то есть поражаются периферические нервы. Отсюда может быть хроническая усталость, головная боль, туман в голове, анемия рук-ног. Плюс всякие психические проявления со стороны настроения, депрессия очень часто возникает, тревога. Может быть, биполярное расстройство. Дальше. Бесплодие и дефицит витаминов, как мы уже с вами определились. Таблица и статьи, на которую я оставлю ссылку под видео. По диагностике. То есть антитрансклютаминазные антитела. Это при целиакии. И подтверждающий тест. Это антиэндомизиальные антитела. Еще есть генетическая предрасположенность. То есть у некоторых людей есть предрасположенность к целиакии. Тоже можно генетические тесты проводить. И делается биопсия двенадцатиперстной кишки, чтобы посмотреть, есть ли там иммунные клетки и атрофия. Потом, после того, как этот человек придерживаться, начинает безглютеновой диеты, то со временем, через полгода или через полтора года, берут еще раз биопсию, смотрят, улучшилось ли это воспаление в кишке или нет. Но полностью, к сожалению, воспаление даже при такой диете не уходит. Хотя улучшение наступает. Ну и другие типы гиперчувствительности. Тут тоже свои тесты. Это вы, если у себя подозреваете, обращайтесь, пожалуйста, к гастроэнтерологам, чтобы они у вас исключали эту проблему. На этом мы с вами первое видео заканчиваем. И я вас жду во втором видео. Когда оно выйдет, появится ссылка в описании под этим видео. И также в конечных составках в конце этого видео вы тоже увидите ссылку на следующее видео. Там, напомню, поговорим о безглютеновой диете, о ее проблемах и о том, кому стоит все-таки ее придерживаться. А на этом я с вами прощаюсь. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok